Дом без хозяина. Так можно назвать водохранилище около деревни Бездеж Драгичинского района. Получив три года назад озеро площадью 43 гектара, арендатор этого лакового кусочка Бездежской земли заверил местную власть, что превратит его в рай для рыбоводства. В итоге ни рыбы, ни условия для ее ловли. Такая же судьба постигла и водоем в деревне Головчицы общей площадью 59 гектаров. Арендатор не соизволил даже подготовить водохранилище к зарыблению, не говоря уже о том, что план запустить водоем тонну рыбы не был осуществлен. Проверка Драгичинского района, проведенная Комитетом государственного контроля Брестской области, показала, что Драгичинским располкомам не принимаются должные меры по соблюдению законодательства Республики Беларусь, в части предоставленных ему полномочий по осуществлению государственного контроля за целевым и эффективным использованием земель и водных объектов. На настоящее время арендаторам предоставлено заявление о досрочном расторжении договора аренды. Драгическим райисполкомам идет подготовка документов на сессию Совета депутатов о досрочном расторжении договора аренды. Крестьянское подворье при музее «Бездерский фортушок» обратная сторона медали и яркий пример эффективного использования земель. 5000 туристов уже успели побывать в этом уголке белорусской самобытности. В агроусадьбе предоставлен весь комплекс туристических услуг. Готиничный номер в деревенском домике, организация конных прогулок и рыбалки, дегустационный зал местной кухни. Эти и другие услуги делают подворье настоящей жемчужиной местного края. Музей народного творчества «Бездерский фортушок» открыл свои двери для посетителей в 1999 году. Здесь собраны богатый материал ткачества и вышивки жителей деревни Бездер и близлежащих деревень. А уже в 2012 году, в сентябре месяце, мы открыли при музее крестьянское подворье «Каля-Плесса». Это пример, как можно эффективно использовать землю, вовлекать ее в хозяйственный бород и зарабатывать на этом деньги. Далеко не радужная перспектива ожидает некоторых жителей Драгичинского района, получивших в распоряжении земельные участки для строительства или обслуживания капитального строения. На 20 земельных участках, вводимых в период с 2009 по 2012 год, освоение так и не было начато. Сегодня держателям временных пустырей грозит изъятие, если они не начнут строительство до конца этого месяца. Необходимо отметить, что в такой долгоиграющей реализации возведения строений ожидание льготных кредитов сыграло не последнюю роль. Из 20 участков, 16 застройщиков – это молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. То есть все они рассчитывают, если говорить, на государственную поддержку. Кредитных ресурсов недостаточно. И все вот эти, я которых называл люди, они просто на очереди для получения вот этих кредитов. По результатам проверки на предстоящей коллегии Комитета государственного контроля Брестской области будет дана принципиальная оценка действиям и бездействиям ответственных руководителей Драгичнического района. Продолжение следует... Продолжение следует...